Друзья, всем привет! С вами канал Grand Exam, меня зовут Филен. Сегодня обсудим самые важные новости, которые успели случиться на прошлой неделе и которые так или иначе связаны с теми, кто учится в школе, в универе или, самое главное, поступает в вуз. Обсудим, насколько вероятно, что ЕГЭ еще раз перенесут или переведут в онлайн-формат. Будет ли ЕГЭ в этом году легче из-за того, что не до конца освоена школьная программа? Что будет с ОГЭ, с ВПР, с продлением учебного года и с сессиями в вузах? Все это с опорой на самые последние заявления наших любимых чиновников. Ваши лайки и подписки очень помогают в продвижении видео, но мы погнали. Важнейшая новость этой недели, конечно, заключается в том, что закончились каникулы и мы возвращаемся на дистанционное обучение. Ура физкультуре в чатике ватсап! Окончательное решение о том, будет ли в вашей школе учеба или нет, и в каком формате она будет, принимает губернатор вашего региона. О работе школ в каждом регионе, еще раз подчеркиваю, губернатор имеет право определить конкретную территорию и муниципалитет, где устанавливаются ограничительные меры. Напишите, кстати, свой регион и какая у вас ситуация на этой неделе. Идете вы в школу или нет, и в каком формате? Будет интересно посмотреть статистику. Ну а теперь к действительно интересным новостям. На этой неделе Министерство просвещения, то, которое самое главное, федеральное, придумало очередную гениальную штуковину. У Министерства просвещения есть свой паблик ВК. Там на минуточку 250 тысяч подписчиков. Кто все эти люди? В мирное время в этом паблике выкладывали новости типа «Министр просвещения Сергей Кравцов завершил рабочую поездку по Северному Кавказу» или «15 педагогов Астраханской области начнут работу по программе «Земский учитель». А сейчас, во время самоизоляции, Министерство просвещения запустило так называемый «онлайн-марафон домашний час». В начале это были часовые выступления в онлайн-формате министра просвещения Сергея Кравцова, руководителя Рособорнадзора Музаева, директора ФИПи Решетниковой. И каждый из них где-то около часа пытался успокоить население в условиях абсолютного обоюдного непонимания. Как со стороны чиновников, так и со стороны трудящихся. Что же, блин, все-таки будет с поступлением 2020? Нет паники никакой. Работаем. У нас впереди всего лишь экзамен. Они много всякого успели поназаявлять. Все сегодня обязательно обсудим. Потом чиновники, видимо, закончились. И онлайн-марафон заполнили прямые включения из квартир российских учителей, которые всеми силами пытались компенсировать ваше отставание от учебного плана. Сначала это выглядело так. Потом так. Магнит, магнитные линии. А под конец даже вот так. Последним, кстати, был не учитель, а призер Олимпийских игр по водному полу. А ныне депутат от Единой России. Но это не важно. Потом, видимо, закончились и учителя. И в официальном паблике Министерства просвещения какие-то безумно известные в узких кругах люди рассказывали о своих успехах. Биатлоне, регби, кинотворчестве, пении и даже заваривании кофе. Две команды Красноярска лидируют в чемпионате России за последние 10 лет. После того, как наш кофе приготовился, и мы начинаем аккуратно, тонкой стручкой, вливать его в наш бокал с молоком. Расскажите кратко о своем детстве вопрос от Георгия, 6 лет. Боже, зачем все это? У меня на этот счет только два предположения. Либо Министерство просвещения решило, что вы забыли, как открыть YouTube, либо в Министерстве просвещения образовались лишние деньги, которые срочным образом нужно было реализовать. Ну да ладно. Да, кстати, что касается таких вот дистанционных занятий, по физике у Егора стартует марафон по магнетизму. Ну, Егор уже подготовил все видеоуроки, домашки, решения к домашкам. Так что, если сдаете физику, обязательно посмотрите по ссылочке в описании. Это отличается от того, что есть в других онлайн-школах. Там же будет купон на большую скидку. Начинаем уже с 7-го, но если опаздываете, записаться можно до 9-го. По вопросам пишите. Возвращаемся к Министерству просвещения. Давайте разбираться, чего же успели во время своих прямых эфиров назаявлять чиновники по поводу нелегкой доли выпускников этого года. Первое и самое важное. Никакого дистанционного ЕГЭ-2020 не будет. У Рособранадзора нет для этого никаких технических возможностей. Вы помните, недавно выступал такой Чернышов, зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, который прям топил за то, что ЕГЭ нужно сделать дистанционным в условиях коронавируса. ЕГЭ-2020, возможно, будет проходить дистанционно. Такое предложение направил зампред Комитету Госдумы. Так вот, с точки зрения Музаева, руководителя Рособранадзора, вот этот Чернышов, это какой-то хрен за горы, который ничего не знает, ни в чем не разбирается и вообще ничего не значит. Интересно только, почему тогда он зампред Комитета Госдумы по образованию и науке. И 6 лет работает эта группа, которая еженедельно заседает, еженедельно. Вот за 6 лет те эксперты, которые сейчас начали высказываться, мы ни одного эксперта, ну я фамилии читаю, даже визуально не знаю. Музаев говорит, что ЕГЭ на дому проводят. Это нормально. В случаях, когда у выпускника имеются серьезные отклонения по здоровью. Но для этого нужно специальное оборудование и нужны общественные наблюдатели. Так что провести ЕГЭ на дому для всех нереально. Я вам сейчас ответственно заявляю, у нас нет формы и технологии проведения дистанционного единого государственного экзамена на дому. Перенесут ли ЕГЭ снова? Важнейший вопрос, который всех интересует. Новости на этот счет обновляются в ежедневном режиме. Только я успел сделать пост о том, что ЕГЭ повторно переносить не планируют, как тут же министр просвещения Крафтов начал сомневаться. Ну типа, все может быть, посмотрим из ситуации, может быть и отложим, но отменять точно не будем. Обязательно проведем. Мы будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Я не исключаю, что эта дата может быть изменена по объективным причинам. Но пока такого решения нет. Что касается нового расписания ЕГЭ, оно пока формируется. На официальном сайте egeedu.ru находится старое расписание, до самоизоляционное. Но мне ребята, у которых родители работают учителями, уже прислали неофициальный проект новых дат ЕГЭ, если ЕГЭ все-таки стартует 8 июня. Спасибо им большое. Этот документ я размещу ВКонтакте, ссылочка на него будет в описании. Между тем, во многих странах, где познакомились с коронавирусом раньше, чем мы, решили не рисковать и отменить выпускные экзамены. Чехия, Франция, Нидерланды, Индонезия, Великобритания, США. В большинстве из этих стран оценки за экзамен выставят на основе школьных успехов. А вот в Польше, кстати, вроде бы хотят провести выпускные экзамены дистанционно. Ну что ж, успехов им. У нас же отменять ЕГЭ точно не планируют. На крайняк, если ситуация будет опасной, ЕГЭ проведут с мерами предосторожности. Министерство прозвещения и Рособорнадзор готовы к любому развитию событий. Интересно, как будет выглядеть ЕГЭ в случае, если опасность коронавируса еще не окончательно спадет. Может быть, это будет выглядеть вот так? Но мне кажется, что скорее это будет выглядеть вот так. Ма, маску с шеймем? Училка сказала, без маски на ЕГЭ не пустят. А в аптеках нету нифига. Далее, упрощать ЕГЭ из-за того, что вы не до конца успели освоить школьную программу, никто не будет. Я напомню, что срок действия баллов ЕГЭ – это 4 года. Поэтому мы не можем себе позволить поставить в неравные условия выпускников этого года с предыдущими выпусками, которые учились дистанционно или не дистанционно, в разных ситуациях и по-разному. И плюс ко всему, я напомню также, что в 11 классе мы прекрасно понимаем, что в последней четверти уже новое не изучается. Как правило, идет усиленное повторение и подготовка к экзамену. Поэтому, на наш взгляд, нет никаких оснований делать какие-то преференции для выпускников этого года. Более того, скажу, что это просто технически невозможно. Ну и правда, чего вы ноете? Вам же дома, наверное, готовиться к экзаменам даже комфортнее, чем в школе. Нафига вообще эта школа нужна? ОГЭ пройдет по плану, начиная с 9 июня. Ну а если планы пойдут не по плану, то, возможно, регионы самостоятельно утвердят даты и проведут ОГЭ в удобное для них время. Каждый регион в свое время, без фиксированной даты. Варианты при этом будут составлены из открытого банка задач по запросу соответствующего региона. С ЕГЭ такой радости не будет, не надейтесь. ЕГЭ все будут сдавать в один день. Всероссийские проверочные работы. Будут. Может быть, в удобное для школы время по запросу школы. Может быть, даже дистанционно. Но будут. Ведь это важнейшее мероприятие, которое позволяет оперативно выявить свои слабые места. А ваш учитель по точным указаниям из федерального центра сможет максимально оперативно устранить ваши пробелы, чтобы вы спали со спокойной совестью за освоенный материал. Ну, на самом деле, вы, конечно, все знаете. Для вас, для школьников, ВПР не значит ровным счетом ничего. В части экзамена девятых классов и всероссийских проверочных работ они не отменяются. Но, скорее всего, они будут проводиться у вас в школе после завершения учебного года. Так вот, ВПР будет, так что чего там выпендривалась Московская область? Типа, мы не будем сдавать ВПР, все такое, коронавирус. Не очень понятно. ВПР писать будем? Нет, ВПР мы писать не будем. Сроки подачи документов в ВУЗы в этом году пока что сдвигаются на две недели вслед за ЕГЭ. Подавать документы в ВУЗы в этом году можно будет до 10 августа. Зачисление в первую волну пройдет 19 августа. Зачисление во вторую волну 24 августа. Об этом заявил министр высшего образования и науки Фольков. Он же говорит о том, что документы в этом году можно будет подать из дома через суперсервис Госуслуг. Что это за зверь такой? Делали отдельный ролик, можно посмотреть будет вот здесь. Организуем прием документов, в том числе с помощью онлайн технологии. И после этого в конце августа зачислим. Новый учебный год надеются начать по плану 1 сентября. По базовому сценарию хотелось бы новый учебный год начать 1 сентября. Но а нынешний учебный год вполне возможно закончится позже и будет продлен вплоть до начала ЕГЭ. Ну или на дистанционке. Ну и порадовал Питер, конечно, на этой неделе. Новость номер 1. Питерский ИТМО в связи с коронавирусом будет ставить оценки по физкультуре за участие в киберспортивных мероприятиях. Если вы играете в онлайн игрушки с однокурсниками или участвуете в каких-то онлайн турнирах, вы сможете, используя эти свои достижения, просто играя в компьютерные игрушки, получить зачет по физре. Это, конечно, намного круче, чем физра в чатике ватсап. В Питере же губернатор Беглов предлагает провести в этом году сессии в вузах в онлайн формате. Прикольно, я бы попробовал. Интересно, как они собираются отслеживать списывание. Ну и буквально вчера вечером тот же Беглов в связи с выходом школьников с каникул, то бишь с переключением вкладочки ютуба на вкладочку электронного дневника, попросил жителей города, если у кого-то есть ненужные компьютеры или планшеты с выходом в интернет, помочь школьникам и отдать им эту технику. Потому что у многих электронных устройств нету, а учиться как-то надо. И главное, чтобы к июню, когда по инициативе того же Беглова в вузах будет проходить сессия в онлайн формате, жителям города не пришлось бы скидываться на ноутбуки студентам, которым как-то придется сессию сдавать. Вот такие новости. С вами был Филин. Мы с вами увидимся на учебном канале. Там мы разбираем ваши задачки по математике и по физике. Ссылки идут в описании. Также можете подписаться на ВК и Инстаграм. Там новости, касающиеся поступления ЕГЭ, появляются чуть быстрее и чаще. Мойте руки, готовьтесь к экзаменам. С вами был Филин. Всем пока.